всем привет из солнечной греции с вами юля сегодня 16 октября до парас киви 16 октября вот уже половина октября пролетела а я снимаю по существу мое первое видео за октябрь месяц по продвижениям за по моим процессам на самом деле очень много времени у меня заняли видео отчеты по нашим испы и было много работы поэтому особо видео не получалось снимать хотя я делала включение некоторые но знаете прошло время потеряли они свою актуальность но ничего все переснимем и все покажем сначала и так во первых хочу поделиться моей маленькой победой в нашем сп моя зима я вышиваю оригинальный набор фирмы кастом крафт в моем дворике вот такая у нас здесь картиночка должна получиться размер работы 50 на 36 сантиметров достаточно большая работа но и достаточно сложная работа ну повышевав немного точнее я вышила первый листик это нижний правый угол листик схемы неполный добавочный вот такой вот у меня листочек и могу сказать что работа не такая уж она и сложная просто кропотливая и здесь нужно выработать свою технику где-то я вышиваю по цветам где-то я вышиваю парковкой вот в частности последний ряд я вышивала парковкой потому что здесь мы очень уж на намешаны цвета крестики и нужно было вышивать парковкой и вот когда вышиваешь вот такие участки кажется ну вот такая мешанина мешанина одиночки по два по три крестика хочется сделать какую-нибудь хитрости вышить рядом стоящую одиночку каким-нибудь удобным цветом но я всегда себя останавливаю вышиваю все точно по схеме потому что да когда вышиваешь из близкого расстояния все эти одиночки не имеют никакого в общем-то смысла но стоит только отойди отойти подальше и посмотреть на вырисовывающуюся картину тогда да все становится ясным понятно каждая одиночка каждый крестик здесь на своем месте но я очень влюблена в эту работу и вот эта первая шишка которая появилась у меня на моей конве она мне так радует она яркая подсвеченная каким-то светом не знаете снежинки пушистые мне здесь все очень-очень нравится и я жду конечно же продвижение хочу вышить вот этот первый ряд вышить мои шишки моей иголки елки и уже любоваться всей этой красотой работа конечно большая вышиваться будет долго поэтому я планов особо не строю но хотя бы первый рядок мне очень хочется вышить на этот лист у меня ушло достаточно много времени но при том что я очень мало сейчас вышиваю очень мало много работы и есть такие дни когда я вышиваю по 200 по 300 крестика всего лишь да но тем не менее есть продвижение и мне очень очень нравится то что получается но красота я уже есть и так ставлю эти кис на пике и всяко чтобы можно было любоваться вот этой красотой ниточки паркую и верху и вот с правой стороны и обязательно стараюсь сделать рваный край вот здесь у меня получился ровный плохо плохо я затягиваю крестики у меня эти границы обычно видны поэтому я всегда стараюсь сделать рваный край чтобы не было видно границ но верху это роли не играет потому что крестики у меня вышиваются с сверху вниз и поэтому идет полотно наслаивается очень гармонично а вот края край с левой стороны я стараюсь всегда конечно контролировать но тут что-то я не доглядела вот сейчас только заметила что сделала вот такую прямую линию буду надеяться что будет не сильно видно вот ну и сейчас вам показываю сделаю еще фотографии хочу сегодня сделать фотографии для инстаграма что-то я совсем забросила мой инстаграм нет времени и знаете вечером вышивая вечером всегда света не хватает и не хочется делать вечером от фотографии одним времени нет и поэтому вот инстаграм у меня немножечко сейчас подастал ну вот сегодня пользуюсь вот таким вот случаем свободным днем я сделаю сейчас фотографии и для инстаграма для даже для себя для памяти очень приятно открыть и вспомнить когда что вышивалась даты посмотреть как продвигались процессы какие процессы вышивались на какой период времени вот сделал фотографии сейчас вам все покажу и буду переставлять кюснап и потому что здесь у меня маленькие кюснапа уже конечно неудобно видите этот ряд нужно переставить подготовить себе площадь для нового такого же листочка будет тут еще два еще два вот таких вот листочка добавочных и сейчас я вышила вот этот маленький участок точно будет вам может быть их больше даже не верится что их еще будет два потому что всего лишь вот этот уголочек я вышла одну шишку я посмотрю по схеме давайте я посмотрю по схеме что сколько мне здесь листов по моему 9 когда у нас 9 листов у нас идет вот такая раскладка по три листа в ряд 9 до 9 листов страна 9 8 7 будет побольше листочки да 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 а вот 6 будет давать все я поняла все я поняла я поняла какая здесь у нас конструкция у получается здесь добавочные листы идут не внизу а с правой стороны вот этот ряд идет добавочных листов чуть чуть меньше а все остальные 6 они идут здесь полноценные большие листы я все я поняла просто сразу я не рассмотрела схему знаете вот когда приступаешь к дизайну набору который очень долгожданный любимые и хочется поскорее поскорее его начать уже не изучаешь там точно все расположение схем главное вот начать и вышить пару тысяч крестиков увидеть первое продвижение и порадоваться вот ну я себя уже порадовала все это работа у меня немножечко сейчас отойди в сторону потому что у меня есть еще два других процесса которые я вышивала в наших совместных проектах и у меня идет такая ротация я вам показала сейчас сфотографирую переставлю киснапики и отложу до следующего так сказать подхода к этой работе вот это то что я здесь на вышивала в этой работе и сейчас перейдем к следующему процессу сегодня решилась и снимаю видео на телефон не знаю как у меня получится с качеством картинки и звука пишите ваше мнение нравится вам такое качество или снова вернуться к моей камере но дело в том что я свою камеру конечно очень люблю у нее хорошая картинка звук не очень но картинка получается хорошая но моя камера последнее время стала давать сбой я думала что это проблема в аккумуляторе купил аккумулятор новый но оказывается нет нас сама камера перед перенагревается и какой-то момент просто выключается и не включается пока не остынет и проходит иногда и полчаса и 40 минут знаете видео не доснимал нужно уже собирать все процессы потому что когда снимаешь виде все разложишь но блогеры все знают да как это все не просто вот а тут разложился и сидишь ждешь камеру 40 минут пока нам охладиться нам не знаю что делать может быть ее отдавать нужно в ремонт может быть нужно уже новую покупать конечно но я пока на это не рассчитываю ну ладно хотела вам показать ножнички с шармиком шармиком с маячком извините которые у меня идут в процессе к к моему процессу кастом крафт это вот такие ножнички и вот такой зимний маячок такой симпатичный ножнички кстати мне дарила марина шматкова вот маячок тоже она делала да ну тоже нам его дарила да 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 точно вот и сейчас так как хочется немножко зимы охладиться я вот переодела себе на эти ножнички другой маячок и использую при вышивке моего кастом крафта в моем дворике такая вот красота и перейдем к следующему процессу это у нас дизайн dimensions пионы вазе долго у меня история с этим набором с этим дизайном повторяться уже не буду оставлю ссылки если кому-то интересно вы перейдете посмотрите все подробности но кто видел не буду вас утомлять теми же объяснениями да по повторам вот показываю то что у меня получилось на сегодня я до вышивала мои пионы с левой стороны все здесь полукрестики крестики все что у меня было не дошито я все полностью завершила и даже выполнила бэкстич бэк сейчас здесь очень очень много потому что здесь ну листочки лепесточки нужно было все подчеркнуть придать объем поэтому пришлось поработать несколько вечеров у меня занял этот участок этот фрагмент но как вы видите получилось очень симпатично на мой взгляд получается очень очень хорошо сейчас я довольна своим подбором сравниваю постоянно с фотографиями на стиксу есть хорошего качества фотографии я постоянно открываю смотри смотрю и сверяюсь вот сейчас у меня такой этап что нужно будет представлять скорее всего мои пальца и идти вышивать что эти вышивать что я буду сейчас вышивать наверное я пойду сейчас вышивать вазу есть у меня еще немножко здесь пространство можно начать потом переставить пяльца и пойду вышивать вазу и на вкусненькое на сладенькое я оставлю себе пионы с правой стороны да я вышью сейчас вазу упавшие лепесточки дальше полукрест вот с правой стороны полностью завершу всю эту часть ну и пионы останутся справа не буду планировать что и сколько я вышью на следующей неделе либо до конца месяца хотелось бы конечно завершить до конца месяца ну посмотрим планы планами а вот всегда что-то случается как-то по-другому схемка у меня оригинальная не ее прислали девочки большое спасибо всем кто откликнулся отозвался и поделился оригинальной схемой я вышиваю по оригинальной схеме сделала себе все значки полностью все подбору вот на органайзере дубку вот так у меня здесь ниточки и иголочки очень люблю эти органайзеры пришли ко мне пять или шесть штук в последнем заказе я теперь обеспеченная могу начинать много процессов вот обычно думаешь хватит органайзеров не хватит как организовать процесс теперь все есть прям вообще нет никаких ограничений и сдерживающих факторов вот вот такая у меня схемочка я ее тут скрутила свернула как мне надо и уже подготовила себе участок под вазу вот в принципе немного и несложно поставлю вот магнитик у меня тут есть который держит и будем вышивать красиво получается мне нравится как я покрасила основу это и там восемнадцатый каунт свайвер я покрасила чаем получилось вот достаточно хорошо неоднородный цвет но очень теплый приятный оттенок мне кажется все замечательно получается пенчики не нравится как вам как вы считаете вот сейчас глядя уже на мой подбор вам нравится то что получается может быть кто-то вышивал эти пионы по оригинальному набору и уже глядя может сравнить и сказать на глаз что на 80 процентов подходит на 90 не знаю пишите ваше мнение будет очень интересно вот вышивала я в общем пионы они вышиваются легко быстро несколько вечеров и уже вот такой хороший прогресс так ну что по пионам здесь у меня все давайте перейдем к следующему процессу следующий процесс у меня организован вот такой вот коробочки вот такие покупала чтобы организовать свой рукодельный стол но коробка мне не подошла по формату она конечно классно но занимает больше места чем я рассчитывала поэтому пока пока она у меня под процесс организовалась коробка металлическая здесь три небольших отделений и одно большое есть также ручка чтобы можно было переносить эту коробку внутри протянута вот такая лента эластичная куда можно тоже что-то вставлять но ее можно протянуть и с внешней стороны чтобы вставлять какие-то наверное заметки записные такие стикеры вот ну на данный момент у меня в этой ленте хранятся мои любимые ножницы на сегодня кстати хочу вам их показать и может быть даже прорекламировать но на самом деле не реклама просто это мой отзыв это ножницы фирмы дмс вот такие ножнички они очень-очень остренькие очень удобные легкие и практичные на данный момент это мои самые самые любимые вот вы у меня самые любимые ножнички от тоже дмс цапельки как они называются цапельки да по моему называют известные всем ножницы они были у меня номер один по качеству и по практичности вот теперь вот эти ножницы самые самые вроде бы кажется простой дизайн ничего особенного но они очень-очень удобные и очень качественные остренькие и опять же маячок который мне дарила марина шматкова который занимается маячками шаренками всякими милыми штучками вот этот маячок сюда идеально подошел и просто вот я не могу нарадоваться налюбоваться на эти изумруды и бирюзу вот такая здесь красота морская мы ножнички и так по процессу рассказываю а процесс не показываю и так по процессу здесь у меня находится золотое руно на охоте я решила организовать именно этот процесс и хоть когда никогда хоть по 100 по 200 крестика вышивать его потому что процесс залежался 2017 года нужно его в общем то уже доводить до ума тем более что муж ждет и просит поэтому нужно ему вышить собаку вот и простите что спялец не снимаю потому что только вчера запялила только вчера запялила и сделала себе разметку поэтому не буду пока снимать все это спялец знаете у меня был этот процесс постиран поглажен хотела сделать фотографии но вчера было вдохновение думаю буду вышивать потом как-нибудь сделаю фотографии может быть частично его постираю чтобы ушла разметка сделаю фото вот и сейчас у меня цель не нужно дошить вот этот ряд взялась вчера вот отсюда здесь у меня был большой большой пробел и потихонечку пошла 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 и вот тут вот за вышивала а давайте я покажу на схеме чтобы вам было более понятно потому что здесь такая цветовая гамма что ничего не понятно опасения будет больше по ним то что желтеньким это я вышивала вчера но немного видите совсем тут чуть-чуть ну хоть что-то что-то стало продвигаться и мне нужно эту схему будет разрядился ему телефон последнее время техника бастует но ничего продолжаем на камеру и так по схеме вот так выглядит схема здесь склеена два листа с левой стороны я уже дошла до уголка это ровно половина ну и вот здесь вот еще вот столько это будет половина работы если я завершу полностью вот эту схему эти два листа и два листа у меня тогда останутся у меня появилась надежда и что до конца года я смогу завершить этот участок появился интерес к работе и поэтому я ее организовала для себя удобно коробку такую хорошую поставила рядом с моей кроватью на тумбочку чтобы видеть ее и чтобы я могла когда никогда приступить и выше 50 100 200 крестиков это тоже прогресс и вот так по чуть-чуть по чуть-чуть пусть она будет продвигаться как только зашьется унылая трава напомню где у нас тут унылая трава вот у нас здесь унылая трава и я начну вышивать щенка а дальше фон дальше пойдет все намного намного быстрее я уверена я просто посмотрела по схеме самая неприятная мешанина она вот здесь когда вышиваешь вышиваешь разброс крестиков здесь и бленды и кажется что цветов немного но на самом деле и цветов много и разброс идет большой а дальше будет вышиваться такими участками логичными очень комфортно и удобно поэтому я должна уже под подойти поближе к этому щенку чтобы произошел какой-то рывок и скачок это работе и на самом деле вот здесь вот 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 я где-то здесь нахожусь здесь уже начнутся лапы вот как только я зашли вот этот небольшой кусочек дальше у меня уже на самом деле начинается лапа щенка начинается уже вот этот приятный фон в общем нужно чуть-чуть подсобраться как-то организоваться и найти время которого сейчас очень очень мало я также продолжаю обучение у нас семинары плюс мы с мужем вели обязательно два-три раза в неделю пробежки очень сильно мы засиделись я по большей части не так как муж а я больше засиделась и карантин и раньше были спортивные зала можно было ходить а сейчас все закрыто целый год и поэтому мы вели обязательно два-три раза в неделю мы бегаем это тоже занимает время вот и меньше вышиваю но тем не менее я хочу как-то организоваться чтобы продвигать все мои процессы я надеюсь у меня это получится вот вот так выглядит моя работа вышиваю на обычных деревянных пяльцах но здесь большой такой формат много помещается мне удобно беру и вот на руках вышиваю 200-300 крестиков все по этой работе все не будем долго здесь задерживаться и перейдем к следующей еще я сделала подход к моей миробилий совсем маленький подход но тем не менее тоже чуть-чуть вышивала приступила к юбке с левой стороны здесь зашила тоже недостающие какие-то крестики и вот уже вышла немножко часть юбки которые у нас вот 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 самый самый верх приступила к сложному участку пояс из цветов вот маленький тоже фрагмент здесь нужно будет зашить ну а дальше будет вышиваться юбка белым цветом пойдет уже немножко полегче с правой стороны белая юбка полностью готова здесь тоже будут у нас цветочки ну вот как как-то так как-то так очень хочется найти время и посидеть хотя бы пару вечерков но так знаете хороших вечерков хотя бы по часика 4 чтобы с ней позаниматься повышевать ее продвинуть зашить хотя бы вот какие-то пропуски и уже так сказать чтобы остальные остался только белый цвет только юбка дальше уже я думаю работа полетит потому что она останется только девушка да там фон там еще много будет работы бэкстич все 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 ну вот посмотрите самая-самая большая часть работы выполнена юбка будет завершена и есть надежда в этом году ее завершить очень этого хочется поэтому эту работу я планирую вышивать на следующей неделе я наверное в конце видео покажу вам те процессы которые я планирую вышивать на следующей неделе мою новую ротацию буду как-то менять от недели к неделе ротацию брать новые процессы и их продвигать вот по этой работе все я думаю что у меня больше не было каких-то продвижений процессов пойду взгляну и перейдем к покупкам и еще один процесс которым я чуть-чуть позанималась но он у меня в планах на эту неделю обязательно я хочу сесть и выполнить хотя бы первые этапы это набор фирмы чередный мыть вышивка лентами называется розы большой размер 70 на 25 сантиметров очень шикарный такой насти такой вот серьезный процесс для меня потому что здесь новая техника для меня розы я такие крупные розы еще не крутила я вышивала уже лентами две работы у меня есть но вот такого такого плана я еще не выполняла технику и мне очень очень интересно и так что на сегодня но на сегодня очень очень скромно я выполнила буквально несколько стежков тоже было дело вечером кровати практически все это делала была очень уставшая но думаю ну хоть пару листиков я сделаю вот сейчас на камеру очень хорошо подсвечивают мои вот эти контуры которые я выполнила мыло на самом деле они более бледные и очень хорошо стираются обычной щеткой если потереть это все стирается это обычное мыло просто я обвела схему сделал такой вот контур но всегда пользуюсь конечно и схемой которая у нас внутри вот такой чтобы видеть сколько листочков как их укладывать ну и также обложка в помощь на самом деле обложка очень помогает здесь отшив и хорошо видно как нужно укладывать листочки я сразу не обратила внимание на обложку что можно ей тоже пользоваться а уже потом когда обратила внимание я поняла что принципе даже лучше чем по схеме видно сразу как нужно выкладывать листочки вот и первый этап по выполнению этой работы нужно выполнить полностью все вот эти стебель очки и листочки тоненькие до лентой 1 и 2 миллиметра я сейчас с правой стороны приступила где их больше всего практически все вот эти лепесточки и стебель очки я выполнила нужно еще выполнить вот здесь вот здесь что-то да дальше я приду вот сюда где они немножко разбросаны далеко стоят друг от друга но тем не менее их нужно будет выполнить а дальше пойдет у меня в процессе выполнения крупных листов вот таких широкой лентой по 3 8 сантиметров но а сверху потом уже будут выполняться именно крупные цветы чтобы закрывали сами листы накладывались и было более натурально я здесь заменила аиду на бархат купила кусок бархата и вот сейчас идет такой у меня процесс эту работу я планирую продвигать на этой неделе то есть на этой неделе обязательно будет миробилия обязательно будут ленты и будет еще один процесс так давайте я подумаю что больше у меня ничего не продвигалась на этой неделе но за октябрьские дни и покажу вам те процессы которые будут у меня на следующей неделе то есть это вот миробилия еще раз повторюсь ленты и еще один процесс одну секундочку и так следующий процесс который у меня войдет в ротацию на следующей неделе может быть на следующей две недели не знаю как будет настроение это мои африканские львы данный процесс я начала вышивать в прошлом году в отпуске это был экстремальный старт я не выдержала при машине открыла набор и сразу приступила к вышивке такого старта мне еще не было и данный процесс я вышивала в нашем совместном проекте мои любимые коты 2 ну вот я начала повышевала вот продвинула видите он у меня очень хорошо продвинулся процентов наверное на 30 но на этом в общем то и все больше времени ему не хватило и пользуясь случаем так как организовался наш совместный проект третий сезон мои любимые коты это эта работа будет вышиваться в этом третьем сезоне я надеюсь она завершится в этом третьем сезоне здесь несложная работа здесь очень много зашивается небо полукрестом вот львица у меня практически готовая со столько и голову вышить льва тут что тут его совсем чуть-чуть но вот много будет вышиваться травы трава у меня вот на этом этапе вот здесь все выше то вот осталось травы чуть-чуть но много будет небо вышиваться но пол крест поэтому вроде бы процесс не сложный за каждый подход я думаю можно будет хорошо продвигать эту работу но тем не менее стежков здесь будет много это не такая работа сложно как кастом кратс где за вечер выдаешь 200-300 крестиков потому что часто приходится менять нитку закрепляться вы понимаете да здесь взял один цвет и можно им шпарить вот эти вышивать 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 очень хорошо продвигается и я буду здесь конечно же как-то планировать и менять направление полукреста в смысле не просто идти вперед назад как мы вышиваем полукрест гобелиновый стежок а здесь обязательно нужно будет делать и сверху вниз вышивать и слева направо вышивать чтобы не было сильного перекоса потому что уже чуточку чуточку работу повело особенно нижняя сторона так как здесь полукрест идет в 2 в 3 нитки по моему поэтому конечно очень плотно и сразу начинает вести основа я люблю затягивать стежки не сильно но вот у меня плотненько идет вышивка поэтому показываю вам изнанку не ругайте я вот так вышиваю у меня нет идеальной изнанки мне могут быть где-то хвостики могут быть протяжки ну вот здесь я вышивала всю слева направо поэтому смотрю как я вышивала у меня работу повело нужно будет делать различные направления и сверху вниз и слева направо чтобы основа сама по себе выравнивалась будет идти в различные стороны натяжения и она потихонечку выровняется если только идти слева направо вот так вышивать то ее поведет однозначно вот уже все начинает вести мне очень нравится что получается сочетание цветов голубого желтым лица очень хорошо проработана дерево вот это пожухло зеленое мне нравится она так вкусно вышивалась так классно все супер ох хорошая работа классная буду сейчас организовывать на что не знаю все уже закончились пальцы нет есть у меня еще одни пяльца круглые такие пластиковые синие большие вот наверное на них я сейчас организую сделаю конечно же разметку потому что без разметки я ну никак не могу я отвлекаюсь постоянно на что-то и сбиваюсь мне без разметки нельзя залипаю на видео залипаю на какие-то красивые вышивки кто-то позвонит что-то нужно включить выключить на кухне и поэтому я очень быстро разбиваюсь даже если это простой процесс самый-самый я очень быстро разбиваюсь потому что я часто отвлекаюсь вот и буду сейчас делать разметку снова мои ниточки такая уже косичка старушка худенькая лохматенькая ну и добавочные нитки вот такие нужно будет уже разобрать ой-ой-ой стыдно вот такая вот у меня здесь история с этой работаем ну что еще раз три процесса у меня плане на следующую на следующую неделю мои львы миробилия и ленты по процессам это все больше него показать рассказать нечего но у меня есть покупки и подарки и поэтому не переключайтесь будем смотреть что новенького у меня появилась во первых начнем с моих покупочек покупочки небольшие сделала я их на мир вышивки да кстати пришла посылка достаточно быстро не за 40 я даже удивилась я и ждала к новому году она так быстренько пришла что я здесь купила во первых я решила купить себе на пробу органайзеры от серега мастер но знаете вот эти штучки взяла когда я получила я была очень удивлена они такие маленькие тоненькие вот смотрите такие маленькие тонюсенькие здесь идет другая система размещения нитки нужно будет вам что-то показать но для сравнения потому что на камеру непонятно да какой размер я положу стандартный дубков вот он дубков и вот вот серёги мастер видите он и меньше и тоньше но для каких-то небольших процессов я думаю будет неплохо материал здесь сильно отличается от дубков у дубков он вспененный мягкий а здесь больше похож на материал который используют для упаковки разной техники даже не знаю как его писать надо попробовать в работе посмотреть как как это все будет происходить как сюда будут стыкаться иголочки будут стыкаться втыкаются нормально в принципе не знаю им кажется он такой не знаю нужно будет пробовать тестировать и потом я вам все расскажу есть тоже вот две здесь ленты которые которые можно приклеить вот так ладно это все будет тестироваться будем смотреть три органайзера в любом случае для каких-то небольших процессов всегда пригодятся у меня сейчас процессов много и начинать хочется и хочется поэтому лишними не будут в любом случае дальше что что я еще купила так с чего начать начнем с маленьких дизайнов это у нас риолис мне захотелось каких-то мелочей без корнюшек и знаете я вышивала уже от риолис одну без корню вот такую и я очень осталась довольной комплектацией материалов мне хватило вот основы и наполняющего материала по моему не хватило на вторую без корню я просто нашла в интернете дизайн сделай вторую но сейчас мне нет под рукой я думаю все знаете это бабочка и вышивала эту и бабочку параллельно вот это без корнюшка очень-очень классно мне здесь все понравилось яркая качественная и полезная и в то же время доставляет мне много радости когда находится на моем столе вот она у меня практически все время на моем столе создают мне настроение вот такая вот без корнюшка и глядя на эту мелочь приятную мне захотелось еще от риолис без корню и я приобрела во первых без корню рассвет по моему это новинка 8 на 8 сантиметров посмотрите какая красавица должна получиться очень нежная с украшением с бисером здесь у нас равномер очка идет линда такого приятного молочного цвета простите показывал вот такого приятного молочного цвета ниточки на планшетке вот там есть у нас наполнитель что еще бисер там все должно быть и вот с обратной стороны здесь представлены другие дизайны вот это ракушка мне тоже очень понравилось треугольничек не очень но ракушка прям очень симпатично посмотрите игольница какая хорошенькая нужно будет себе приобрести вот у меня было такое настроение на без корню от риолис я купила все да здесь у нас зигугу не нуждается в представлении это испытание для рукодельницы вышить зигугу через крестиком через одну нить переплетения я решила устроить себе это испытание мне давно нравилась эта игрушка прикладная красивая вещица зигугу смотрела смотрела думаю нужно взять и обязательно вышить вот такая вот красота должна получиться видите она собирается по другому принципу не так и без корню размер работы 8 на 8 сантиметров с обратной стороны также приятная приятного цвета равномерка такого бежевого ниточки соответственно наполнитель вот мне нравится комплектация ориолис то что здесь и наполнитель и бисер все 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 есть все есть прям очень приятно и есть у нас здесь вот для ножничек представлен вот такой органайзер и так третье без корню это без корню а здесь нет названия к сожалению не могу вам сказать но тоже размер 8 на 8 сантиметров это еще старой комплектации вышивается вышивается здесь тоже на равномерке равномерка такого же цвета приятного бежевого цвета здесь мы уже видим и бисер здесь вот металлик посмотрите смотрите какие ниточки тоже наполнитель есть схемка там чуть-чуть видно здесь очень много наполнителя посмотрите старой комплектации как много наполнителя видите а вот новый а тут тоже много наполнителя а здесь а здесь мало может быть его так свернули нет мало видите здесь уже мало наполнителя это чтобы не вышивали по 2 без корню вышивали по одной но я помню что я вот с первого наборчика прям мне хватило ровно ровно на две без корню и и материалы и основы и наполнителя прям вообще шикарно было вот такая красота будет вышиваться мне это мне очень нравится здесь сочетание цветов все очень идеально подобрано плавные переходы хорошее сочетание вот посмотрите как все выглядит из боку очень изящно смотрится мне все очень очень нравится красиво красиво будет без корню и вот знаете я смотрю на эту тройку даже не знаю с чего начать хочется и зигугу начать и рассвет потому что рассвет это уже новинка и хочется вышить посмотреть как это все будет смотреться ну а это тоже она достойная все нравится пишите а что вам больше нравится с чего начать как вы думаете зигугу рассвет ну либо 3 я не знаю название просто 3 без корню итак вот такие у меня три маленьких наборчика но это не все есть у меня еще один серьезный заказ ну и еще один набор который я приобрела самый главный набор главная моя покупка в этом магазине это также набор фирмы Риолис называется японские журавли в этом году я познакомилась с уникальной удивительной и я бы сказала птица искусство это японские журавли птица высокая примерно полтора метра весом до 12 килограмм но это все очень стандартные характеристики ее особенности в том что птицы танцуют пары образовывая пары птицы танцуют не просто в брачный период а танцуют в течение всего года тем самым показывая друг другу свою любовь и привязанность выбирают пару один раз на всю жизнь вместе танцуют и вместе поют и птица очень красивая изящная красивое оперение может так сказать такой костюм парадный с красной шапочкой на голове вот и здесь у нас представлен зимний пейзаж вода деревья на заднем фоне мы видим и мне почему-то этот пейзаж напоминает японский заповедный парк где останавливаются журавли на зимовку я смотрела разные видео документальные нарезку от блогеров которые занимаются съемкой именно журавлей оставлю вам несколько видео которые мне очень сильно понравились и вы сможете тоже найти сходство вот с этим пейзажем мне бы очень хотелось там побывать посмотреть на журавлей полюбоваться на их танцы послушать их пение может быть не такое изящное но в то же время гармоничное вот такие птицы мы здесь видим и танцы вот здесь птицы танцуют здесь просто расхаживаются ну в любом случае много здесь красивых птиц здесь немножечко такой размытый получается фон очень интересно будет увидеть как это будет смотреться именно в вышивке потому что одно дело превью а другое дело вышивка размер работы здесь не маленький 55 на 25 сантиметров давайте посмотрим что у нас с обратной стороны с обратной стороны у нас аида четырнадцатого каунта по моему и вот ниточки на планшетке здесь у нас мулине анкор там мулине анкор но я не буду вышивать на аиде четырнадцатого каунта я специально под это дело купила себе я купила себе равномерку это двадцать восьмой каунт соответствует аиде четырнадцатого каунта это у нас австрийская равномерка от обин хор обин хор я не знаю как правильно сказать вы меня уже простите но я смотрела видео отзывы других девочек которые вышивают на этой равномерке все очень положительно отзываются о данной данном производителе и всем нравится эта равномерка и я тоже решила взять и попробовать я видела несколько отшивок на этой основе очень-очень интересно смотрится эта основа не под все дизайны может подойти потому что здесь специально ставлены такие грубые волокна которые можно вот так вот рассмотреть есть такие грубые волокна плетения но под какие-то дизайны просто шикарно шикарно это смотрится я сначала когда увидела сколько там расцветок этой основы я знаете вот столько их выбрала накидала в корзину потом слава богу опомнилось что мне жестоко куда куда вот и взяла всего лишь два отреза больших потому что белая всегда всегда нужна я когда-нибудь еще доберусь и буду вышивать различные цветочные дизайны мне кажется тоже здесь они будут хорошо смотреться ну у меня есть там разные задумки вот это уже как-нибудь другой раз и ну хочу этих зуравлей вышить на этой равномерке не знаю правильно я сделала что выбрала эту равномерку подойдет она сюда или нет в плане вот этих волокон но здесь практически полностью все зашивается остаются только какие-то уголки даже если ну не очень бы она смотрелась гармонично к этому дизайну то вот эти уголки не будут сильно бросаться все это зашьется но хотелось мне все-таки равномерку сюда мне так прониклась к этому дизайну и если у меня получится буду смотреть по работе по загрузке если получится то этот дизайн я тоже скоро начну буду вышивать в нашем совместном проекте моя любимая зима тогда мне хотелось бы чтобы одна из моих зим была вот такой поехать в какой-то японский парк заповедный и провести там несколько дней полюбоваться на эту красивую птицу волшебную сказку вот такие вот здесь журавлики очень-очень интересно я давно не вышивала риолис каких-то таких дизайнов люблю тоже риолис соскучилась поэтому буду вышивать ну и конечно интересно ваше мнение по поводу вот таких малышек без корнюшек что начать как вы думаете что вот мне начать вот такие мои покупки это мои покупки а теперь перейдем к подаркам у меня в этом месяце есть и подарки марина филиппова которая является участницей всех наших совместных проектов но также теперь уже и моей подругой мы познакомились на фоне совместного проекта но продолжили общение и теперь общаемся часто дружно и вот марина решила порадовать меня подарком к дню рождения который мне будет 29 октября все за благовременье отправила и вот я уже все получила не знаю как вам показать показываю сейчас вот так но какое-то отдельное видео я покажу уже все более более детально значит что здесь марина кроме того что вышивает марина также очень много и активно вяжет и здесь два пледа вязаных они очень большие пушистые такие классные два пледа потому что один плед мой здесь есть открыточка днем рождения вот один плед мой вот такой светленький а вот такой плед мужу пледы очень большие очень теплые я просто поражаюсь как человек может вот так вот быстро и такие огромные вещи вязать потому что это большой большой объем но все все очень качественно и даже не скажешь что это ручная работа как все все идеально выполнено будто это машинная вязка классные пледы огромное огромное спасибо нам с мужем очень понравилось и мы вот теперь утепленные на зиму конечно вот парина отправила открытку с приятными поздравлениями очень приятно и также был вот такой кулончик мне он особенно понравился здесь такое аппетитное яблочко это яблочко открывается и можно туда положить каких-нибудь красивых камушков разных интересных что-то интересненькое вот такой вот кулончик яблочко спасибо огромное ну и кроме вот таких рукодельных вещей подарков также был и наборчик сейчас вам покажу отсвечивает очень сильно ну вот так вот нашла ракурс вот такой набор фирмы золотое руно называется трамвай желаний красивый городской пейзаж набор большой масштабный размер его 45 на 36 сантиметров используется здесь 38 цветов ниточки модера как мы знаем вышивается на аиде 16 каунта и кто у нас здесь дизайнер не вижу городские мотивы написано трамвай желаний а по мотивам картины стародубова трамвай желаний по мотивам картины стародубова очень-очень красивый интересный дизайн набор на самом деле очень большой в смысле объемный по материалам здесь много ниточек конечно сейчас мы видим только те планшетки которые вот снаружи да по фрагментам ой соскальзывает у нас здесь сколько три девять фрагментов девять фрагментов вот посмотрите какой он объемный и вот такая красота должна получиться я в восторге у меня мало таких дизайнов и всегда хотелось что-то вот на тему городских пейзажев буду обязательно вышивать в следующем году в этом уже все планы расписаны но вот в следующем году обязательно буду вышивать вот такие у меня подарочки я очень-очень счастлива благодарна не знаю даже как выразить большое-большое спасибо Марина за подарки такие мои новости я надеюсь вы повышивали хорошо провели время вам было интересно заходите почаще на канал ставьте лайки подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео ну а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока-пока ПОЁТ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok